Как изменилась туристская инфраструктура Чувашия, на чего не хватает российскому путешественнику? Ответы на эти и другие вопросы искали участники встречи за круглым столом. Каким представляется будущее внутреннего туризма? По мнению специалистов, Чебоксары сегодня это город для транзита. Туристы не задерживаются здесь больше, чем на 3-4 часа. Наша задача превратить столицу Чувашии в полноценный туристический город. А для этого нам нужно создать свой собственный бренд, например, этнокомплекс Амазония. На сегодняшний момент для жителей других регионов при слове Чебоксара у них не возникает какого-то яркого, четкого понятия, то зачем туда необходимо приехать. Создание бренда Амазония – это фактически работа с чистого листа. Но чем она мне понравилась? То, что она идет на хорошей исторической базе. Деловой, спортивный и этно-туризм, по мнению экспертов, для нас это самое удачное направление. У Чувашии богатая история, активно развиваются промышленные предприятия, и, конечно, мы не пропускаем ни одно спортивное мероприятие страны. За последние годы для туристической привлекательности сделано немало. За 18 лет мы там поставили скульптуру, связанную с нашей мифологией, где-то 130 с лишним, около 140 скульптур. И они привлекли внимание, туристические фирмы разные вышли из Москвы на нас, включили они реестр туристических линий в России. Тула известна своими пряниками, Оренбург – пуховыми платками. А в столице Чувашии уже около 7 лет работает единственный в России музей истории трактора. Мы, как единственный в России научно-технический музей истории трактора, как бы охватили весь спектр деятельности у вас в республике, и поэтому сейчас есть у нас в проекте очень много интересных таких замыслов. Например, мы хотим выявить все памятники, посвященные тракторам на территории Российской Федерации. Они есть даже в нашей республике. Планов по развитию туризма у республики много. Например, провести Всероссийский фестиваль ретро-тракторов и сельхозмашин. Вполне возможно, уже в следующем году во время празднования Дня Республики жители и гости Чувашии смогут его посетить. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.